Так, наш следующий спикер это Андрей Крылов. Это федеральный эксперт и консультант по развитию бизнес-среды в разных регионах. Он расскажет нам сегодня о интересных кейсах по развитию муниципалитетов. Здравствуйте. 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 Добрый день. Ну, собственно, там много будет с этих кейсов. Я, когда ехал в собственном экспрессе, назвал такой рефлексией, работал над ошибками, что ли. Покажу основные факторы успеха и комплексность брендинга. Я, собственно, стратегический клэм-директор в нулевых годах. Это очень болтанно. Работал с бюджетами от нескольких миллиардов международных брендов. Как раз сюда выходили. До нулевых. В данном смысле общее правило. Давайте так, по-простому. Что такое бренд? Имя. Кто это Гагарин? Давайте так. Сейчас я произнесу Гагарин, и первая ассоциация ваша целевая. Какая первая ассоциация? Господь. Эта первая ассоциация образует некую область критерий. Сейчас езжу на клетчат, сейчас угрозится и так далее. Смотрите, будет несколько групп вы здесь живущие. Те, кто, например, в Оленской области и те, кто вообще во вне и даже не слышал в таком городе. Будут мемии ассоциации. Их можно сегментировать по-разному. Это что-то про космос, это что-то про мой родной город, про родной двор и так далее. И по сути, те ассоциации, которые работают на целевое действие, Вопрос какой целевой действие, чтобы туристы приехали. Это и будет что-то чуть-чуть про бренд. Это не имя, это целевая ассоциация у целевой аудитории в голове, которые в действие ведут. Понятно, понятно, да? То есть мы об этом. Я прошу прощения, тут действительно дело в электричке. Так, ну вот, потом пришлю, очень много материалов есть. Я постараюсь быть как-то... Меня, возможно, будет осаждать. Да. Да, если что. Вот. Я взял буквально за последние три месяца. Примеры по России разные. И вот покажу. Буду листать слайд. Да, все вы сможете найти, опять же, мамы что-то. Либо вот есть группа развития территории, потом дальше покажу. Вот в основном будут приводить примеры из вот Большой Колонны, Волоколамская. Общение Алтайский край. Вот вы там работали буквально в конце апреля. Байкальский регион, Бурятия, Волоколамская область. Мой туда ездил. И сейчас мы с ним уже второй раз за год. Ну и вот Дотьма, Виндельно, Волоколамская область. Кто сказал Дотьма? Очень-очень хороший пример. Маленькую городу Десятитысячного, которая, как результат, выбрала фонду Потанина, Симченко, но все мои команды. Я буду идти по разным, скажем так, сегментам от успеха. Вы знаете, первый, наверное, стереотип? Дело в том, что нет какого-то рецепта. Вы можете сделать какой-то рецепт, его нет. Потому что это обычно набор параметров, и не нужно сделать на отлично. Нужно на троечку сделать, чтобы все на то. Потому что, скорее, произведение показать. Если все сделано на отлично, один ноль, то у вас будет ноль. В этом смысле, это скорее набор факторов. И моя задача вам скорее показать какой-то комплекс. Такой обзор у нас сделать. Естественно, вначале вы должны понять, зачем. Что вы делаете. То есть, проект, бренд, то есть, зачем. Что вы хотите получить в итоге. Потому что, по сути, это не проект, это процесс. То вы всегда будете в этом находиться, и можно только это совершенствовать. Вот, дальше, вы должны ответить на вопрос, а что вы хотите изменить? Какой ресурс вы собираетесь привлечь сюда? Дальше уже будут примеры. Ну, например, Волоколамск обнаружил. Маленький город, помните, да? Вот, собственно. Он обнаружил, что у них 30 тысяч всего населения, но 300 тысяч лет. Дальше. Эти люди никто не использует, да? Огромный потенциал. И Федор Степанов, он тут смен и предприниматель средней руки. Ну, вот сделал этот проект, который сейчас выйдет в Столково, там, получил грамм губернатора Московской области в АСИСКО городских лидерах. Я познакомился с конкуратором этого проекта в АСИСКО. И, соответственно, они вот используют взгляд в аудитории. Вот. Коломна обнаружила, что тоже через них легкий газский график, и что он увеличился в санкции. То есть, они на какой ресурс ориентируются? На тех, кто, ну, собственно, приедет, кто не охвачивает. Фактически они берут то, что там валяется. Да? Ну, правильно, да. Вот это все сделали. Кстати, тоже гигантский пример. Вот Тёма Левиков сделала бесплатно. Артема Левиков. Да, ну, просто за... За спасибо Фёдора. Да? За то, что он, собственно, это делает. Ну, и так далее. Дальше. Здоровые амбиции. Молодец. Фёдор? Да. Он раскопал. Поднял учёных. Здоров наук. И они раскопают, чтобы у нас стать Москвой. И привлекают президента, да? Российской Федерации для того, чтобы, ну, тысячу лет и сейчас сделаем. Тома. Молодец. Да, это всегда ресурсы. Это всегда то, что вы действительно используете. И я говорю, ну, это масса разных примеров. Вот, собственно, из какой-то вот, ну, сознания, если есть огромное количество универсий. Что ещё? Понятные цели экономики. Есть бизнес-планы, есть конкретные показатели, которые они готовы привлечь. Вот колонна, например. Что они хотят? Это презентация пластового. Да, вот, собственно, в прошлом году презентовалась, я с их разрешения её взял. Вот, как они себя хотят видеть через десять лет, как ей показать. Понимаешь, это только маленькая часть. Да, понятно, что это финансовый план, это бизнес-план, это, собственно, интеграция с муниципалитетом и так далее, и так далее. И, естественно, за этим стоит большая команда, которая, собственно, со всех сторон, как минимум три сектора. Вот, если вы видели, я сейчас говорил, всегда это бизнес-власть общества. Но, по сути, когда мы считаем серверхолдеров, мы насчитываем около пятидесяти. На самом деле, да? То есть там разные. Ну, они, в общем, хоть и большую группу входят, но это, действительно, большой набор серверхолдеров. Это всегда экономика финансового показателя. Это всегда чёткие задачи проекта. Ну, вот, например, они ставят себе KPI, которые можно померить, как они собираются сделать, насколько они, когда они собираются сделать, какую географию всех привлекают, естественно, ставку на мусбечей в данном случае. Ну, вот и так далее. Это всегда комплексный продукт. Очень сложно. Ну, вот мы сегодня конфеты замечательные пробовали, но очень сложно делать на самом деле в одиночку. И вот что бренды... Ну, да, Коломенский постелает бренды, он всегда двигается вместе с чем-то. Да? И вот в это, прям, значок, ребят, из команды Волоколамска, ну, что такое значок? Там пять составляющих. Там внутри каждой составляющей огромное количество брендов. Это всегда, ну, целая армия торговых марк, правильно сказать, да? Это очень бренды. И фактически Волоколамска объединяет вот эти вот эти торговые марки и цена, и туристические места, и продукты, и фермерские продукты и так далее. И вот пример Коломенский. То есть это тоже. Они просчитывают траекторию, как едет турист. Естественно, он приезжает. Ну, если он из Москвы, не дашь никак на один день. Они делают все для того, чтобы процент на чудо-чип хотя бы увеличился на 1-2 процента за сезон. Это уже победа большая. Для этого нужно планировать маршруты и так далее. Что еще? Да, вот пример в Байкале работает. Да, все это есть, можно посмотреть видео. Мы там работали после майских, и очень сильно зависит от лидера тоже. Там есть Анатолий Козакевич, который консолидирует Байкальский, как я говорю, в Байкальской области Бурельков. Да, который вокруг. И, собственно, он консолидировал около сотни проектов, создал платформу, и туда их заводит, помогает их кооперировать. Это тоже еще такое. Если это делается в Волоколамске и Коломне уже есть, то здесь вот этот процесс идет. Это, безусловно, всегда ассоциация вот этих товаропроизводителей, муниципалитетов, всего-всего-всего-всего. И так далее. Вот, ну то же самое, например, Бурятия. Вчера-то встречался с коллегой, она прилетела сейчас с Васей. Дальше, естественно, есть какой-то зонтик. Чаще всего под этим зонтиком там сделаны где-то, да, в Смоленской области делали там Волоколский продукт и так далее. Ну, это поддерживает государство. Это то, что помогает активации, лучше под этот зонтик войти. Это еще одна способ агломерации и операции между продуктами внутри, да, вот вашего брака. Тоже скользко. И еще, это выгодно именно в Туринме, потому что там мультипликатор наиболее большой, то есть там выигрывают условно микро-бизнес, какие-то кафешки, которые не под брендами, например, соответственно, место, которое является в магнитном продвижении. И все вот это вместе очень хорошо развивают регионы, дорожники и так далее, и так далее. Вот. Потом очень важно действительно провести анализ рисков и понять, почему можно изработать. и прямо вот с этими рисками работать по их снижению. Вы знаете, вот в бизнесе есть статистика, в региональном брендинге меньше, но в бизнесе статистика такая, что 85-90 процентов бизнеса открывается с первого уровня. Я думаю, что брендинг не сильно другая, да? Действительно, кто без тех, кто пытается. И в этом смысле работа правильная с рисками уже, ну, большой задел, снижает ваш процент. Потому что, к сожалению, это иллюзия коммуникации всех нас здесь в том, что вы видите только успешный проект. А какое огромное количество неуспехов? Да, важно понять, почему с этим кто-то сделал. И это основное условие. Большинство людей абсолютно не успеют. Или там, например, почему вот, скажем, самолет разбился, и мы вот... Это как бы ложка дегтя, хотя авиатранспорт самый безопасный. Да? Но это всегда вот в нашем сознании, как действительно какая ложка дегтя, и мы этого боимся. То есть нужно это понимать. Дальше. Совместное создание продуктов. Все вот эти стейкхолды, дальше покажу карту, например, байкальского региона, вот эти 30-40 стейкхолдов, то есть такие, они должны встречаться, вот Наталья сейчас говорила, на сессиях, проектных сессиях, должны проектировать, договариваться о совместном продукте, совместном зоне, совместном наименовании, там вот то, что идет под регионом сделано там-то там. Да? Это такая групповая работа. Муниципалитет тоже должен быть за это подключаться. Вот требования в околамском проекте муниципалитет. А действительно, но не требования, потому что, опять же, вот парня, где-то назвали замминистра, он не пошел. Да? То есть он нормально договаривается с главой муниципалитета, он является его советником. И действительно, очень важно участие в муниципалитетах, вот требования сельского проекта к муниципалитету. Ну и желание, да? Что действительно от него ждут, и что нужно сделать так, чтобы действительно этот проект был все всем. Объединяющий вот эти три сектора в основном. Там сильное достаточно общество, там сильные бизнесы, Федор Самов представляет, и общество как амбусмен. Да? Но, тем не менее, вот значение муниципалитета нельзя ответственно. Что еще? Да, вот пример стейк-холдера, реальный проект, который защищался в Сколково в семнадцатом году. Байкальск, город такой есть на Байкале, Байкальск. Вот это реальный стейк-холдер, да? Который обозначен, в котором видно влияние, конкретные за ним фамилии стоят. Вот это менеджер, фонд развития моих городов, конкретный губернатор Курской области и так далее. И задача, это тоже способ работать с рисками. Задача, как сделать так, чтобы тот, кто настроил негативно, чуть-чуть поменял окрас на шею, да? Чуть стал больше за ваш проект. Это тоже повышает ваш успех. И со всеми с ними нужно работать, проводить сессии, проектировать. И это постоянная работа, да? Это один раз в третье. Да? Что, осталось именно? Вот. И можно найти статьи, собственно. Понимаете, мы сейчас корректировали методический зачет. Вот обычно проекты делаются так, согласны? Есть некий инстантор, управленный, или там, большой предприниматель. Есть некий проект, есть некий интересант населения, бизнес, власть, там, ну, бедность. На самом деле это не правильно. Проект должен делаться так. Есть горизонтальные связи, когда люди договариваются, когда они действительно понимают, что в этом и есть соучаствующие соревнования, в этом и есть противопособные. По функции этих проектов, когда действительно идёт объединение вокруг проекта, и не вакет гармонтировать. Да, собственно, задача, чтобы каждый участвующий в этом присвоил себе, ну, то есть действительно включился, этот проект стал своим, живым, и тогда, собственно, он с большей реальностью залетен. Ну, вот это примеры просто как бы в Башкирии проектированных. Вот глава района, тут 150 человек на сей севере есть, где обстроены отдельно молодёжи, есть, собственно, ресурсники, есть администрация, есть четыре вида бизнеса, жизнь ассоциации и так далее. Можно тоже посмотреть. Вот, оптимальная бизнес-модель. Вот очень интересный слайд. Бизнес-модель одного и того же, условно, производителя, но две разницы. С отдачей 33 тысячи квадратный метр в год и 350 тысяч в год. Да? Что вы сделаете? Средством, ну, примерно один. Да? Соответственно. Даже, наоборот, меньше. Здесь 100 миллионов, здесь 10 миллионов. Отдача в 11 раз выше, там, где ниже средства. Правильно сделайте бизнес-модель. Наймите профессионалы, делайте финансовую модель, поработайте с этим хорошо. Сделайте так, чтобы быть действительно в тренде того, что хотят, туристы. И тогда будет счастье. Тоже важно. Чем-то можно сделать за счет господдержки. Дай Бог. Если так же. ВЦКР, да? Да. Все очень важно. Это еще составляющая, просто пронистая. Вот пример Волколамских инициативных бюджетов. Пардон. Соучаствующих проектировали. Смотрите. Вот исторический центр. Губернатор выделил 100, по-моему, 50 миллионов на проектирование. И Петр уверяет, что 20 миллиардов привлечет инвестиций. Вот сейчас они проектировали с населением. Около трех тысяч человек приняло участие онлайн и оффлайн. И действительно выделили архитекторам, что они хотят и что не хотят. Видите? Вот количество за и против. Они выделили разные слои, что сохранить, что убрать с проекта. В какой транспорт пустили. Сами жители в этом участвовали. Бизнес. И действительно, вот в малой архитектурной форме какие лавочки поставить? Какие фонари поставить? Там тоже есть. Какие много можно сказать оффлайн? Это более круглый статус? Ну, оффлайн, да. Я сам участвовал в этом. Ну, как собираюсь люди. Им давались карты. Делал с презентацией, как. Это выглядит. Если интересно, потом статью скинули. Если участвовать, как это происходит. И дальше они обсуждали в разных слоях. И потом в командах, в микрокомандах договаривались. Вот как должен весь зал участвовать. Ну, команда 5-7 человек. И потом, собственно, презентовали. Ну, вносили количество за, против. Ну, делали планки. И потом это все результаты докладывалось вместе с проектировщиками, с администрацией. Понятно, да? Вот, то есть то же самое в Коломне происходит. И, соответственно, очень важно. Ведь в Москве это поняли. Я сам вчера ездил в Зарядье, получал бейджик на Google Forum. И вот еще раз погулял по Зарядью. Кстати, вот если будете, приезжайте в эту очень полезную госпиталь. В Москву Google Forum, который сочетается и начнется. Это про то, как городская феда. Но городская феда, Москва это поняла. Поняла? Ну, в общем, вы поняли. Да. Это про то, что на самом деле, самое главное в городе, это чтобы людям было комфортно. И вот эта концентрация комфорта. Потому что человеческий капитал это то, что, ну, Сингапур на камнях, да? Без ресурсов и так далее. Природные ресурсы не имеют простое значение. И вот туристы это люди, которые приезжают оставить деньги. Им должно быть прикольно. Им должно быть интересно. Они должны получить новые впечатления, прежде всего. Ну, вот видите, вот планировано. Сейчас будет. Понимаете, что это просто как пример, да? Может быть не лучше, но вот вы должны понимать, как изменится ваш город. Вы должны концентрировать объекты. Потому что, опять же, можно просчитать, как пойдет турист. Какими он путями пойдет. Дизайн мышления хорошие методы есть для этого. И чтобы действительно вот именно по путям стоит вот то, что ему, ну, скажем так, в зависимости от кошелька интересно. И чтобы он действительно вот получил это впечатление. Вот что делается при генерации трафика? Ну, вот это Коломенские примеры. Да, вот это, собственно, Коломские и так далее. Ну, вот размещение и так далее. Вот притягательность. Да, вот это Балакаланский Кремль первых лиц государству приходится подключать, чтобы убрать находитую тюрьму. Понимаете? Представляете, как здорово? Да? Ну, то есть, вот как бы разговоры, потому что только на самом верху могут решить, что тюрьма там совершенно не встать. Вот. Ну, как-то такая история. Мы действительно дойдем до федеральной власти с муниципальным уровнем. Вот. Вот много чего необходимо понимать, как устроены парковки. Потому что, фактически, продукты для туриста – это сам город, и то, что там можно получить впечатление, и его продукт уже здорово очень. Да? Наверное так. Ну, вот если мы говорим о территории. Вот. Хороший инструмент вам даю. Попробуйте. Просто поймите, вот, карту клиентского уровня. То есть, предположим, он типичный турист. Вася приезжает, трёх лет ухом. Трёстый пух, неважно, семейший. И вот, что он, как он идёт, что он делает на каждом сайте? Он приезжает на вокзал. Он выходит, он видит то-то, то-то. Что он может сделать, какую можно он испытывать? Пройдите, посмотрите его глазами на ваш город, и сделайте то, что можно улучшить, что можно изменить, и как. И вы уже вот этот путь, примерный его глазами, поймёте. Один из моих любимых креативных дикторов, когда я был стратегом, в маркете он говорил так. Мы покупаем аудиторию на валюту собственной души. Мы покупаем аудиторию на валюту собственной души. Товарищ драматург, он работал сколько из этих? Он знал толку в этом, да? Мы создали ролики, пускали их на телевидении, и фактически действительно получали миллионную, многобиллионную аудиторию. И вот вот такими простыми вещами. Понятно, что есть исследование, есть маркет-ресёшь, есть там ещё много всего. Но, тем не менее, вот хороший инструмент доступный домой. И ещё. Будьте привлекательным образом вот в интернете. Делайте так, чтобы... Ну, как, вот, байкал. Человек действительно туда хотел приехать и в эту картинку попасть. Вот вы на форуме тоже, к сожалению, используете этот большой потенциал. Вы можете фотографироваться, делать хэштеги, делать сэлфи, размещать. Но вот во всех соцсетях это уже даст, как вам, продвижение. И вы там можете использовать, конечно, всякий бизнес-успех, развитие территории. Так и свой личный, свой бренд. И вот это очень мало тоже, к сожалению, используется на форуме. Отключать друг друга, тем самым устраивать связи. Ведь, по сути, что такое... Ещё раз, бренд, что мы начали, потому и вернёмся. Это связи с сознанием целевого клиента. Ассоциативные, позитивные. Ваша задача их устраивать. Это делается через вот такие простые, достаточные вещи, масса коммуникаций, которые мы позвали. Ну, дайте полистаю, и тут заканчивается. А, да, вот, моя модель, которая я в своё время делала для оценки территории. Смотрите, я один регион оценив по этой модели. Она может чуть-чуть меняться, вот покажу. И покажу инсайт, на который Алтай подошёл. А вы знаете... Что сказалось Алтай, кстати? Беломан. У меня белокурик. Вы кое-что узнали? Для меня такого честа я не знал. В СС Гильдио работала там... Причём Влад была заказчиком Алтайского края. И вот что я узнал, смотрите. Да, Влад. Вот. Мы опросили, внимание, не алтайских жителей, если они так назвали, и алтайских жителей. Вы видели кое-что интересное? Да, видите, мы это всё сегментировали по вот этой схеме. Ну, то есть ассоциации связаны со... Это первые две ассоциации. Первые две. Мы спрашивали, там несколько сот человек участвовало. Вот первые две ассоциации. И, собственно, это все, кто спределиваются. Да? Вот. И мы поняли одну такую штуку. Что на самом деле... Алтайский край у нас не закачивает. Что Алтай... Алтайский край и Алтая република Алтай не существует в сознании людей. Это премь. Они-то думают, что есть Алтайский край и Республика Алтай. В сознании людей, живущих на адресской части, есть Алтай. Понимаете? Да? Вот этот разрыв. То, что они думают, а не Республика этот край, а наоборот их путают. Да? А на самом деле человек ищет Алтай. Он хочет город, он там что-то ещё, шаманов и так далее. И вот это часто не понимают. Вот. Ну, Алтайский край у нас не закачивает. Вот прекрасно. А не Республика. И вот для них это было немножко неожиданно. Ну, вот мы работали с муниципалитетами. Вот так. А не карты куда-нибудь делают. Вот. И тоже часто... Это про что? Это про то, что вы покупаете аудиторию на валюту её, а не своей. То есть вы точно думаете по-другому про свой продукт, чем артиллер. А приорит. Вы только понимаете, что на квартире. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, используйте, да, используйте партнёрскую часть. Полегайте сильные бренды, и они вам, скажем так, придадут место. Вот опять же, что сильные бренды для вас? Ну, успех. Правильно? Ну, вот эти прекрасные там краты и так далее. Эти хэштеги. То есть вы тоже работаете. Работайте с ними, и тогда у вас остатите свои бренды. И действительно подбирайте инвесторов, но это к муниципалитетам. Не а по-кому, а вот именно сельевых инвесторов. Если вы вызываете туризм, тут мысли и грязные пригоспы, ну зачем? Ну, как бы, да, этот проект тоже. Будьте согласованы, ну, и так далее, и так далее. Давайте я сейчас приведу. Так. Речефэ. Ладно, тут на самом деле много, я понял. Вот, прекрасно. Валерий Владимирович Путин. Вот. В общем, будьте последовательны, и фактически, вот, тут основные критерии, успех развития территории, от чего она зависит, это договоренность людей между собой. Разных, только между собой, как они развивают территорию. И увидеть, что хотя бы пять лет, это будет месяц. Правильно. Спасибо вам большое. По сути, так, вот материалы, где их можно найти в группе развития территории, можно, соответственно, и определенно в группе развития территории. Спасибо большое. Если есть вопросы, то потом подпишите. Нет вопросов? Нет вопросов? Ну, кто вопросы появится? Могут после нашего круглого стола с попытаться общаться лично? Я хотела бы просто продюсировать, что вот здесь все было связано с теоретическими чашевками. Да. Мегафон прекрасно можно поменять. Мы можем как раз это все и измерить, и поправить в нужное русло и в нужную сторону главных предметов. Спасибо. Спасибо.